Всех святых, помилуй, ты спаси от нас, всякое благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя на златоустого поучения о верности заповеди Христовой. Сие сказала я вам, чтобы вы не соблазнились, Евангелие Тайна 16, глава. То есть, когда увидите, что многие не веруют, и всегда сами вы подвергаетесь бедствиям. Изгонит вас из синагог, Иоанна 16, глава. Потому что уже постановили, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Евангелие Тайна 9, глава. «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна 16, глава. «Будут домогаться вашей смерти, как бы дело благочестивого и богоугодного». Затем опять предлагает утешение. «Да так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня». Достаточно для нашего утешения, что вы будете терпеть это за меня и за Отца. Здесь опять напоминает им о блаженстве, о котором говорил вначале. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5, глава. «Сурово добродетель, но будем представлять ее обличенную величие будущих обетований. Люди с душою возвышенную находят ее и без этого, саму по себе прекрасную. И потому стремятся к ней, живут добродетельно, не из-за наград, а для угождения Богу. Если же кто более немощен, тот пусть представляет себе и награды. Так будем поступать и по отношению к милостыне. Будем милосердны к единомышленникам и не станем презирать гибнущих от голода. Некрайняя ли в самом деле несообразность в том, что мы сами сидим за трапезою в смехе и пресвящении, а между тем, проходя по улице и слыша, как другие плачут, не только не обращаем на их плач внимания, но еще негодуем на них и называем их обманщиками. Что ты говоришь, человек? Уже ли из-за одного хлеба станет кто-нибудь обманывать? Да, скажешь ты. В таком случае тем скорее нужно сжалиться над ним, тем скорее нужно избавить его от нужды. Если же ты не хочешь подать, по крайней мере, не оскорбляй. Подумай, как ты будешь умолять Бога о помощи, когда отвергаешь пришедшего тебе нищего. Какое сказано мерою мерите, такое и вам будут мерить. Матфея 7 глава. Аминь. Завтра 8 часов сидит в храме, храним все за что.